Предлагаю еще раз пройтись по инфантильным жалобам на семейную жизнь, которые пишут отдельные копирайтеры отдельных агентств в разных социальных сетях. Правдивые истории, такой канальчик на Яндекс.Дзене пишет статью, ну прям тинейджерская формулировка. Как ты убила мою любовь? Представляете, сразу представляется сынок, обиженный на всю Ивановскую, который сам-то ничего он не делает, а все вокруг во всем виноваты. Давайте почитаем, как он жалуется на жизнь. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу рассказать о своем первом неудачном семейном опыте. Ну, то есть он с самого первого предложения говорит, что он неудачник. Молодец. Сначала было все ничего, но, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Так вот, моя бывшая убила во мне все чувства к ней четырьмя способами. И это тело стало описывать, как в глянцевых журналах, четыре способа. Как можно убить любовь? Это очень коварная вещь. Недоверие. В то время я работал в крупной компании инженером. Она мне звонила чуть ли не каждый час, а то бывало и два раза. Типа узнать, как я, с кем я, где я. Плюс ко всему этому, пока я принимаю ванну вечером, помните, ванну, чашечка кофе, мой телефон подвергался максимальной проверке. Если там оказывался новый телефон, подписанный женским именем, то начинался, мягко сказать, пипец. Кто такая, зачем ты ее сохранил и так далее. Ну, вот в этом месте недоверие подавляющее большинство людей знает, что если люди сошлись и у них случился секс на первом свидании, то это означает, что всегда будет подозрение, что каждый из партнеров слаб напередок. Женщина действительно требуется внимания, ей надо звонить, ее надо успокаивать, потому что этот страх того, что парень слаб напередок и может зажигать на стороне, он будет постоянно. Кстати, именно поэтому рекомендуется никогда, даже мужчинам и женщинам, не спешить в случае наличия тяги сразу бежать в постель, потому что ревность – это продукт, результат того, что вы переспали на первом свидании. Идем дальше. Второе. Без этого вообще никуда. Ревность. После того, как прошла наша свадьба, у нее вообще сорвало крышу. Задержался на работе – был у любовницы. Постоял в пробке – был у любовницы тоже. У меня вообще такого в мыслях нет – ходить налево. Вот попробуй докажи такому человеку. Ну, попробуй докажи. Если у тебя не хватает ума и не было в начальной школе уроков развития речи, то получается, что ты просто тупо не можешь связать два слова. Да, у женщин есть страхи, основанные на ревности. Но это все лечится буквально за один-два месяца. Для этого надо всего лишь на все пару извилин в голове. Человек дает понять, что он просто тупой. И он не может объяснить близкому человеку, где он был. Это, кстати, может подразумевать и то, что внешне на фасаде он, конечно же, у него и в мыслях нет. Но в целом всякое может быть. Но нужно разговаривать с людьми. Третье. Обиды на каждом шагу. Не пошел с ней в магазин – обиделась. Не согласился идти в кино – обиделась. Не помыл посуду – обиделась. Плюс ко всему этому все эти тупые обиды сопровождались оскорблениями в мой адрес. Кому это понравится? Многие говорят, милые бронятся, только тешатся. Это было не про нас. На самом деле я понимаю, что женщины современные, молодые, детородного возраста, несколько отличаются от женщин, с которыми у меня были подобные истории во времена моей молодости. Они жесткие, они недолюбленные. Их в детстве мало называли хорошими словами. Они обиженные, требовательные и так далее. Но в любом случае это лечится. И я подозреваю, что на самом деле этот мальчик ее-то и не любил. То есть сексуальная тяга – это не любовь. Если отношения или семья строятся исключительно на сексуальной тяге, которая реализовалась на первом свидании, в принципе каждый брак вот так вот и будет заканчиваться. Да, будут обиды. Да, люди не проговорили, как они будут реагировать на разные ситуации жизненные. Они друг друга оскорбляют, что в принципе немыслимо. В нормальной паре, где люди друг друга любят, а не используют. Ну, мне даже трудно сказать. В любом случае этот текст, он показывает, что автор просто тинейджер. Тинейджер, который в своем развитии остановился где-то на 18-25-летнем возрасте и больше не развивается. То есть это настолько детская проблема для серьезных развитых мужчин, что я даже дебу даюсь. Ну и с другой стороны, надо не забывать, что не пошел с ней в магазин, обиделась. Весь вопрос, как не пошел, что сказал. Потому что обида может быть на самом деле не на то, что ты не пошел в магазин, а как ты отмазался. Может быть так грубо ответил, что человек обиделся, а ты думаешь, что не пошел в магазин. Не согласился идти в кино – то же самое. А как ты не согласился идти в кино? Каким поводом? Как ты объяснил? Закрепил ты ли четвертый акт этого диалога тем, что ты ее любишь? Или просто сказал «да, не хочу». Ну, почти как буркнул, а это как упрек воспринимается. Не помыл посуду – обиделась. Ну, надо сказать, что тинейджеры, они вообще, мамины сынки, они для семейной жизни вообще не готовы. То есть, как это так, я буду мыть посуду? У меня в семье такого не было. Хотя, на самом деле, будь он военным или будь он, я не знаю, геологом, для них, например, помыть посуду, особенно за собой – это вообще святая святых. Но с маминой сынки к жизни приспособлены мало, и поэтому он тоже может от посуды отбрыкиваться какими-нибудь грубыми, односложными фразами, на которые люди обижаются. А со стороны инфантилы это будет выглядеть исключительно по формальному признаку, не по отношениям. То есть, если ты, тинейджер, демонстрируешь нелюбовь и равнодушие, а ты, походу, не любишь эту девочку и не любил, она тебя ревнует, потому что вы просто переспали на первом свидании, то кто тебе доктор? И это просто подтверждает лишний раз, что мы имеем дело с тинейджером. Неравенство. Она была студенткой, я работал. Она по большей части была дома и ничего не делала. Я бывало неоднократно приходил с работы и готовил ужин, а она сидела, ногти красила. И таких моментов было куча. Ну так, а зачем вы начали жить вместе? Не обсудив основные вопросы, как вы будете вести хозяйство. Это лишнее подтверждение того, что вы сошлись только на сексуальной почве, а к семейной жизни вы не готовы оба. То есть, два тинейджера, пусть даже один работает, а второй – студентка. В принципе, занимают такую позицию в жизни, чтобы получать, ну, как минимум, секс. А сопутствующая бытовуха, ну, как бы вообще не обсуждается. Ну, как бы по умолчанию это же понятно. Каждому понятно, что нужно вот так или вот так. А у вас разные образы жизни, разные истории, разные семьи, из которых вы вышли. А вы даже до того, как переспать, даже не обсудили, а что вы будете делать. Ну, тем более, ты не ходишь с ней в кино, да, не ходишь в магазин, вы не обсуждаете совместные дела. Конечно, у вас совершенно разная жизнь, два туловища, которые переспали. Рано или поздно вы просто были обречены на то, чтобы разойтись. И, в принципе, ничего удивительного в этом я не вижу. Вот именно все вышеперечислено убило мою любовь. Ну, нужно сказать, что любви-то у тебя и не было. Был секс. В один прекрасный день у меня в голове сложился пазл, и я сказал, дорогая, пойдем в ЗАГС и подадим на развод. Мое терпение закончилось. Лучше жить одному, чем так с тобой. Ну, да. Наш брак продолжался ровно год, и это был для меня урок. Кстати, урок отрицательный, потому что опыта семейной жизни человек так и не набрался. И фактически этим текстом он как бы говорит, если вы такие же абсосы и тинейджеры, как я, не женитесь. А нужно сказать, что неприспособленных к жизни тинейджеров сейчас две трети к третью, то есть подавляющее большинство. И этот текст для них, для того, чтобы успокоить то самое состояние, о котором сказано в самом начале. А в самом начале он сказал, сегодня я хочу рассказать о своем первом неудачном семейном опыте. То есть неудачник решил мультиплицировать неудачи на всю аудиторию. А что вы думаете по этому поводу? Как вам эти тинейджерские слезы относительно того, что они совершенно, эти тинейджеры, не приспособлены к жизни?